Во Владивостоке уже несколько лет существует единственная в городе команда по американскому футболу дикие панды. Ребятам ничто не мешает продвигать здесь этот вид спорта, однако в таком деле важна практика, а ее, увы, мало. На Дальнем Востоке соперников можно сосчитать на пальцах одной руки, поэтому выкручиваются футболисты как могут, а именно зовут к себе в гости специалистов. В этот раз поведать об истинном американском футболе и направить навыки в нужное русло приехало сразу два иностранца. Первый – Майкл Лорен. Француз сегодня является одним из тренеров ярославской команды Rebels. Он также входил в тренерский штаб сборной России во время квалификации чемпионата Европы. Потеря ноги, которая произошла еще в 2001 году, ни капли не мешает Майклу сегодня вести наши команды к победам. Русский и американский футбол очень многообещающий. Ребята, с которыми я встречался, например, с командами Грифоны, Патриоты, Rebels – все они любят эту игру. Они сильны духом и физически. У русских футболистов отличное видение защиты. А как известно, защита – это ключ к победе в американском футболе. С несколько другим опытом и багажом знаний приехал Джек Айвенс. Американец сейчас больше знаменит как музыкант, который уже не первый раз во Владивостоке. Однако в своей футбольной юности Джек тоже преуспел. По мнению американца, местным спортсменам не хватает некоторых основ игры. Если в США они передаются от отца к сыну, то в России они пока только на страницах учебника. Я за последние дни поработал с командами в Хабаровске, Якутске и Владивостоке. Все ребята очень хотят играть. Правда, если в Америке у нас в порядке вещей воспитывать из своего ребенка сразу футболиста, то здесь знаний не хватает. Я приехал, чтобы направить ребят в нужном направлении. Уверен, что ваши города смогут достичь успехов в этом деле. Послушать наставления иностранцев пришли не только дикие панды. Мероприятием заинтересовались даже соседние города. Приехали сюда на семинар. Мы узнали, что сюда приезжает американец и француз, специалист по американскому футболу. К тому же дикие панды являются нынешними чемпионами Дальнего Востока. Соответственно, здесь можно получить много полезного опыта. Поэтому, собственно, приехали, собрались с ребятами. Приехал второй тренер команды и ребята, которые просто тренируются. Все же самую большую ценность эта тренировка дала именно Владивостокской команде. Все потому, что панды уже в мае отправятся в Китай, где сыграют свои первые серьезные матчи в этом году с двумя азиатскими командами. Хотя все-таки главная задача сейчас – найти постоянного наставника. Постоянный адекватный тренер – это, конечно, пока наша ближайшая цель. Тренируем сейчас команду я и Павел Васильев. Также есть ответственность за позиции, из-за специфики американского футбола. Ближайшие планы наши – это, конечно, Китай, поездка в Китай и, собственно, найти тренера. Также уже в этом году проявит себя и новоиспеченная женская сборная диких панд. Осенью девушки попробуют свои силы в Кубке России. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.